Виднеющаяся вдалеке одинокая труба Тенинской котельной уже не совсем одинока. Рядом с ней к концу 2015 года появится Хуадзян Тенинская ТЭЦ. Над совместным проектом сейчас трудятся российские и китайские специалисты. За моей спиной под синими тентами находятся две газотурбинные установки. По сути сердце будущей станции. Именно они будут вырабатывать электроэнергию, которая в будущем пойдет в распределительные сети региона. Общая стоимость оборудования свыше 3 миллиардов рублей. И это того стоит. Новое оборудование обеспечит будущей станции большую экономию топлива, более высокую мощность и КПД. Для субъекта, который вынужден покупать половину электроэнергии в других регионах, новая станция имеет стратегический интерес. Это наиболее значимый и крупный объект, который включен в программу развития электроэнергетики Ярославской области. Основная задача, которая в свое время была поставлена правительству области, это снижение энергодефицитности региона, обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией. Проект пилотный и его реализация крайне важна и для Ярославской, и для китайской стороны. Главные сложности для нас были в порядке согласования различных процедур, документах и стандартах. Поскольку наш проект является пилотным, какие-то вопросы для нас являются новыми, и пути решения их пока не найдены. И нам приходится путем многократного взаимодействия их решать. В целом нам это пока удается. После ввода ТЭЦ в эксплуатацию работать на ней будут как россияне, так и специалисты из Поднебесной. Управлять объектами при этом будут преимущественно ярославцы. Новая станция обеспечит рабочими местами порядка 200 человек. Задача поиска новых партнеров стоит и на федеральном уровне. Об этом говорил глава государства в послании федеральному собранию. Наша цель – приобрести как можно больше равноправных партнеров, как на Западе, так и на Востоке. Будем расширять свое присутствие в тех регионах, где сейчас набирают силу интеграционные процессы, где не смешивают политику и экономику, а наоборот снимают барьеры для торговли, для обмена технологиями и инвестициями, для свободного передвижения людей. Азиатско-Тихоокеанский регион, Россия, как Тихоокеанская держава, будет всесторонне использовать этот громадный потенциал. Реализация самых важных составляющих президентского послания в регионе уже начата. Глава области Сергей Ястребов сегодня дал соответствующие поручения структурным подразделениям правительства области. Андрей Децель, Сергей Мазилов. День в событиях.